Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование послания Иакова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим пятую главу. Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежда ваша изъедена молю. Золото ваше и серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собирали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет. И вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы раскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам. Итак, будьте, братья, долготерпеливы до пришествия Господа. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. В первые семь стихов апостол Иаков так и начинает и говорит здесь о... предупреждает строгими словами людей богатящегося. Он как бы напоминает нам притчу о богаче и Лазаре. Но не только ее напоминает, но еще и добавляет о неком корыстолюбии богатого человека. Есть и в притче о богаче и Лазаре. Мы видели, что о том богатом человеке, который пиршествовал, как сказано, блистательно, не было сказано ничего плохого, что он был лихоимец, либо там человекоубийца. Ну, просто он был осужден за то, что жил беззаботно. Как об этом и завершилась 4 глава, где было сказано, если человек думает делать доброе и не делает тому грех. Наверняка Бог побуждает и богатого человека делать добро. Но как тот, который пиршествовал блистательно в Евангелии от Луки, богач, он не думал о том, чтобы эту свою мысль воплотить в действие. Точно так же и здесь апостол Иаков продолжает и говорит о том, но еще и добавляет. Добавляет очень важное, кстати, очень важное предупреждение для людей, которые, так называемые, для людей работодателей, у которых люди находятся на службе. Здесь предупреждает апостол Иаков, что горе вам, если вы не отдаете плату, удерживаете, как он говорит, плату человеку, который заработал. И в другом месте, между прочим, в законе Моисея, вот Моисеем такой человек, он сопоставляется с человеком-человеко-убийцей. Сказано, если ты не отдал платы до захода солнца и удержал плату наемника, ты приравниваешься к человеку-убийце. Уважаемые работодатели, есть над чем задуматься. Нельзя этого делать. Если человек действительно заработал, и он все это сделал честно и достоин платы, если удерживаете вы в обговоренный срок, да, по согласному вашему договору, плату этого человека, то вспомните заповедь закона Моисеева, к кому приравнивается этот человек. Вот Плата пишет, 4 стих. Апостол Иаков, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет. И вопли жнецов дошли до слуха Господа. Бойтесь наказания Божьего. Далее, говорит, здесь напоминает он иудеям, что вы, говорит, осудили царя и Господа. То есть, к чему приводит такое состояние людей, которые в своей жизни во главу угла поставили любостижание. Он косвенно здесь говорит апостол Иаков, но это понятно, о чем речь. Оно приводит к тому, что Христа продали за 30 срепленников. Так и пишет. Вы осудили, убили праведника, он, с большой буквы праведника Христос, речь идет о спасителе, он не противился вам. То есть, ничего вам не сделал. Но вы настолько возлюбили любостижание, что во всем искали свою выгоду. Помните, как Иуда. Он же слышал о том, что Христос говорил о том, что ему надлежит пострадать и быть умерщвлену. Он так и подумал про себя, возлюбив любостижание. Как он подумал? Ну, все равно же, он говорит, что ему надо умереть. Чего зря пропадать? Можно же на этом заработать. Все равно погибнет. И он искал это свое коростолюбие. Как другой Иуда, помните? Из книги Ветхого Завета. Когда продавали Иосифа, прекрасного в рабство. Вот он так там, прообраз предательства Христа. Иуда Ветхого Завета, Иуда Нового Завета. Вот тот Иуда так и рассуждал в книге Бытия. Как? Он говорил, зачем убивать, когда они захотели убить Иосифа и бросить в яму. И говорят, посмотрим, что будет с этим сновидцем. Он говорит, а зачем убивать? Давайте лучше продадим. Такая безжалостность по отношению к своему родному брату. Это бессердечие. Это их младший брат был, который был еще совсем юношей. И во всем искать свою выгоду. Ну, чего убивать, какая польза? Вот продадим в рабство. В чужую страну неизвестно, что будет с этим человеком, с твоим родным братом. Вот какая скверна мысли приводит человека, возлюбившего снова, снова повторю, любостяжание, то есть накопление. И где материальные средства, которые действительно просто средства, а не цель, они становятся целью жизни. Далее. Пишет преподобный Марк Подвижник. Цитата. Святой апостол Иаков говорит так обогащающимся. Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. А ущевая плакать и рыдать, побуждает нас к покаянию. Не то, что это упрек людям, которые богатящиеся. Но здесь апостол Иаков призывает к покаянию таких людей. Очень непросто быть искушенным богатством. Да. Помним, если это нас постигает, то вспомним жизнь Авраама. Помните? Он был искушаем бедностью? Да. И сошел в пустыню. И в Египет. Был искушаем богатством, когда у него было все? Да. Был искушаем богатством. Где он преодолел это искушение? Скажу. Помните, царь Содомский Гоморский вышел навстречу ему и сказал, что вот, он как бы хотел его отблагодарить. Возьми все, что у меня есть. Возьми все, что есть. Что тогда Авраам ответил? Он сказал ему так. Даже нитки не возьму и ремня от обуви твоей. Чтобы ты не сказал, что ты обогатил меня. Потому что Авраам целиком и полностью надеялся на Бога. Авраам ничего не хотел иметь с миром Сим, с развратным этим царедворцем, с Содомом Гоморским, царем. Что он сказал? Он сказал примерно словами апостола Якова, которые мы читали с вами в предыдущих главах. Это дружба с миром, вражда против Бога. Поэтому все эти увещевания к богатым не что иное, как призыв к покаянию. И это есть не что иное, как милосердие Божие по отношению к людям, имеющим богатство. Так и пишет Марк Подвижник. Преподобный Марк Подвижник. «Плакать и рыдать побуждает нас к покаянию. Зная же, что страсть любостяжания нелегко побеждается и прилежнейшим стараниям. Говорит, богатство ваше сгнило, так сказать, негодно, если не будет преподано другим. А богатство это многие из нас имеют, и кроме имений, погребя в умственных клетях своих лесокоимство, как золото». Конец стат. Видите, как? Он говорит, не думайте о том, что если у вас нет материального богатства, у вас его нет. Говорит, есть. Где человек, мечтающий разбогатеть богатство, это, говорит, многие из нас имеют. И кроме имения, то есть, если даже нет имения, оно есть. Где это богатство? Погребя, говорит, в умственных клетях своих лихоимство, как золото. Если там размечтались о великих дворцах и шатрах, да, от которых отказался, между прочим, пророк Божий Моисей. Помните? Он хотел, как сказано, постол Павел в послании к евреям говорит, у пророки Божьего Моисея и законодателей Ветхого Завета. Он пожелал, говорит, страдать лучше с народом Божиим, чем иметь временное греховное наслаждение. Слышите? Временное греховное наслаждение. Он понимал, что такое временное и что такое вечность. И вот, чтобы не перепутать, да, временные какие-то блага с вечным блаженством, для этого и призывается апостол Моаком человек, богатящийся или желающий разбогатиться словами. Плачьте, рыдайте, покайтесь. Дарья говорит, не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Здесь начинается то, что можно назвать такими эсхатологическими предупреждениями, то есть окончение этого века. Говорит, не думайте и не сетуйте друг на друга. То есть не ворчите, что вот, а он не так, а этот не то. Не сетуйте, потому что судья уже при дверях. Что вам выражать недовольство по отношению друг к другу? Мы же с вами исповедуем некие о церковском северном вере на каждой литургии. И паки грядущего со славой судей, что вы мертвым, и уже царствие не будет конца. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господнем. Вот. То есть здесь апостол нас призывает подражать пророкам, если не умеем мудрости, как поступать, обратиться к ним. У всех у нас есть книги Священного Писания. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Очень важный стих, кстати, 11. Мы ублажаем тех, кого? Пророков Божих, угодников Божих. Это еще один аргумент в пользу иконопочитания. Апостол Павел призывает нас, подрождайте мне, как я Христу. Как Пресвятая Богородица говорит о том, что отныне ублажат мне все роды. Так и здесь апостол Иаков призывает ублажать, как мы и поем на молебнах, ублажаем тебя, святитель, отче Николая, и чтим святую память твою. Ничего церковь не придумает сама по себе. Все это ее святое предание, включая и Священное Писание. Придите же, говорит, да, вот мы ублажаем тех, которые терпели. Видите, какой добродетель возводит во главу угла терпение. Как сказано, терпением вашим спасайте души ваши. Вы слышали о терпении Иова? Слышали. И даже есть у нас целая книга истолкование на библейском интернет-портале exget.ru. И не только мое, но и других комментаторов, и других священников и преподавателей. Слышали, говорит, да, о терпении Иова, действительно. И видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Он нам как бы напоминает жизнь праведного Иова. Иова, помним всю эту историю, что все отнято было, и семья, и богатство, и здоровье. Ну что Иов воскликнул? Я знаю, сказал Искупитель мой жив. Бог дал, Бог и взял. Все он видел, все, что у него есть, что это все его богатство, как и сама жизнь, все он приписывал Богу. Действительно, а кому еще? Бог кому хочет, тому дает, кому не хочет, тому не даст. Если кому-то не дает, видит, что это для него менее полезно, для того, чтобы он научился просить. А если кому-то дал, видит, что для него это полезно, но для того, чтобы он умел раздавать. Сказано, блаженно давать, нежели приобретать. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, ни какую другую клятвую. Но будет у вас да, да, нет, нет, дабы вам не попасть в осуждение. Против клятвы. Действительно. Об этом очень кратко и хорошо пишет. Сейчас я найду эту цитату. Я помню, что я ее специально приготовил. Пишет об этом святитель Климент Александрийский. Да, святитель Климент Александрийский. Вот, пожалуйста. Смотрите, очень краткая цитата. Почему человеку не надо клясться? И кто клянется и кого принуждают клятвы? На самом деле, того, к кому нет доверия. Ну, смотрите, как одним предложением выражает все. Цитата. Климент Римский, свидетель. Пусть свидетельство вашей жизни будет надежней клятвы. Конец цитаты. Все понятно. Все понятно. Пусть свидетельство, говорит, в вашей жизни будет надежней клятвы. Кто будет у человека спрашивать, если человек действительно живет правдной жизнью, поклянись там, что ты мне отдашь там долг или что-то еще. Видя образ жизни человека, этому человеку, слушай, даже если и не отдаст, и не жалко. Да, действительно, который живет такой добродетельной жизнью. Пусть свидетельство, говорит, в вашей жизни будет надежней клятвы. Далее, да, пишет о том, злостраждает ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалма. То есть, если есть какое злострадание, то что это такое? Высший Иаков запрещал братьям, да, беда достопочтенная, опять же, рассуждает, запрещал братьям в тяжелых ситуациях жаловаться друг на друга. А теперь он показывает, как им следует себя вести. И вот смотрите, как продолжает. Если кто из вас говорит, он охвачен скорбью, или обидел кто, или сам повинен в чем, или беспокоится об убытках в домашнем хозяйстве, или грустит по другой какой причине, то пусть не жалуется знакомым, упраздняя таким образом жалобами суд Божий, но пусть бежит скорее в церковь. Слышите, делаем ли мы так? Фу, нет. Вот вообще, когда читаешь отцов церкви, священном писании, мы, по-моему, вообще ничего не делаем, так, как они нам советуют. Мы все делаем по-своему. Видите, здесь, говорит, если есть какая скорбь, что надо делать? Или обычно он здесь называет скорби, которые часто приходят к нам об убытках, например, в домашнем хозяйстве, или грустит кто по другой причине, или кто обидел. Да. Пусть бежит, пусть бежит скорее в церковь, и, преклонив колени, помолится Богу. Да пошлет он благодать своего утешения, чтобы не поглотила его скорбь века сего, ведущая к смерти. Наконец-то, видите, как? Чтобы не поглотила, говорит, уныние, да, которое ведет человека к смерти. Далее, говорит, болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. Известно, что из этого, 5 глава, 14 стих, здесь утверждается таинство церкви, одно из таинств, соборование. Соборование. Если кто болен, пусть призовет пресвитера, пусть помолится и помажет его елеем во имя Господне. И молитва веры, 15 стих, исцелит болящего, и восстает его Господь, и если он соделает грехи, простятся ему. То есть мы знаем, что в таинстве соборования человеку прощаются забытые грехи. Но предупреждаю, и всегда об этом все предупреждают, не надо здесь лукавить. Человек иногда думает, пойду пособороваюсь, и не буду исповедовать грех, который помню. Сказано, забытый грех. Если человек действительно по какому-то своему недоразумению, потому что Бог-то знает все наши намерения, все наши помышления, забыли мы или не забыли. Вот не надо с Богом здесь так лукавить перед Богом. Если забыл этот грех, ну, действительно, Господь его прощает. Итак, признавайтесь друг перед другом в проступках, и молитесь друг за друга. Вот к чему призывает. Не клеветать друг на друга, а признаваться друг перед другом в проступках. И молиться друг за друга, а не унывать. Для чего? Чтобы исцелиться. Вот так. Кто ищет исцеление от болезни? А причина болезни так или иначе всегда есть грех. Потому что дух творит себе формы. Каково душевное состояние человека, то таково состояние его и телесное. Бог, конечно, посылает скорби иногда и человеку, как, например, праведную Иова. Как сказано, страдающая плотью перестает грешить. Но сделает это лишь с одной целью. Чтобы очистить человека и сохранить для Царствия Божия. А так дай нам здоровье сейчас. Может, чтобы и спина не болела, и все. Так мы на дискотеку побежим. Да. Как говорят, сидя на бороду, а бес в ребро. Фух. Поэтому Господь все всему в свое время. И болезни посылает, и скорби посылает. Но нам дает всегда совет, как поступить. И отцы церкви, и апостол Иаков, и церковь, ведь она, мы же говорим, церковь, она наша любящая мать. А в ней содержится вся полнота вышеперечисленных наставлений и благодеяний. Ну, разве родная мать пожелает своему ребенку плохого? Ну, это какая-нибудь только сумасшедшая мать. Или совсем ненормальная. Ну, здоровая, это мать. Всякого ребенка своего. И оденет, и обует, и накормит, и чтобы не простыл. И варежки, и сопельки утрет, и все, давай, пошел вперед. Так и мать церковь. Всячески заботится. Всячески указывает на наши какие-то проблемы и причины, которые могут нас привести к болезненному состоянию. И всячески ограждает нас от всякого греха. Итак, далее он приносит здесь, призвали друг друга в проступках, признаваясь, и в 17 стихах говорит, Илья был человек, подобный нам. И молитву помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо было, дало дождь, и земля произрастила свой плод. Говорит о силе молитвы. Мы помним эту историю, которая излагается в Третьей книге царств. Там говорится о нечестивых Изавеле и Ахаве. Они тогда в Иерусалимский храм. Ахав-то был такой человек достаточно мягкий, а им там руководила и правила во всю язычница этой Изавель. И она втащила в Иерусалимский храм идолов. Там уже и про закон Божий забыли. И про рук. Илья их всячески обличал. И говорил, не должно вам этого делать. Но они устроили на него гонение. И тогда, по слову Божию, сам Господь распорядился, чтобы не по трусости про Илья. Убежал к потоку Кедрону. Далее, там, к реке, к горе кормил. И там он долгое время был. И как мы знаем, на иконах он изображается, где вороны к нему летят с лепешками. Его действительно кормили вороны. Но с точки зрения человеческой, Господь ему говорит, иди, и ты там будешь, и будут тебя вороны кормить. Но если человек подумает рационально, думает, какие вороны, что-то они там склюют меня, кормить не будут. Но пророк Илья, это был пророк Илья, он верил, что если Бог что-то говорит, то это не подлежит и не подвергается никакому сомнению. И все он делал по воле Божией. И потом уже, когда он там молился, когда была эта засуха, которую он предупреждал, и когда они его вернули, Ахафа и Изавель, и просили его, и идолов удалили, то он помолился, и пошел дождь, и голод на земле прекратился. И завершают пятую главу апостола Аков очень важными стихами, 19-20, где он говорит, «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит, кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Эти стихи говорят о том, что необходимо заботиться о братьях и сестрах, которые отпали от церкви. Так и сказано, от истины, если кто отклонится, то есть от Христа, то есть отпадет от церкви Божией, Святой Апостолькой, Единой Святой Соборной Апостольской Православной Церкви. «Тот пусть знает, что обративший грешника от ложного пути спасет душу свою и покроет множество грехов». Поэтому эти люди, я всегда говорю, не понаслышке знаю. Каждый вторник провожу прием людей, которые отпали от церкви. Есть комиссия по благосостоянию Святейший Патриарх, которая работает в Москве, и прихиальная комиссия, она так и называется, комиссия по церковной реабилитации лиц, отпавших от православия. Злоретый у притей Роман Марков находится в нашем храме при миссионерском центре преподобного Иосифа Володского. Есть и школы православного миссионера. Но главное послушание, которое дано этой комиссии, и я вхожу в состав эту комиссию, это именно помочь людям возвратиться в Церковь Христову. Скажу, тысячи человек, без всяких преувеличений, уже присоединены к Русской Православной Церкви, которые отпадали в различные секты и сатанисты, и оккультисты, и протестанты, и всякие язычники, и невоязычники. Тысячи. Но главное условие возвращение людей в Церковь, а это более чем 90% наших крещенных православных людей. Главное условие здесь любить грешника, ненавидеть грех. Любить человека, ненавидеть заблуждение. Любить человека, как образ Божий, ненавидеть то заблуждение и ту ересь, в которую он впал. В этом залог успешной миссии в инославной и ненаверческой среде. Поэтому здесь апостол так и говорит. Есть стимул, кстати, для этого. Если кто обратит одного, хотя бы одного от ложного пути, тот покроет множество своих грехов. Грехов у нас хватает. Да. Покроет множество своих грехов, как говорит. И душу свою, сказано, спасет от смерти. Вот так. На этом мы с вами завершили короткое, достаточно, но очень глубокое и назидательное соборное послание святого апостола Иакова, брата Господня. Субтитры создавал DimaTorzok